До конца года в Тверской области откроют свои двери еще 7 новых филиалов МФЦ. Вопрос о развитии многофункциональных центров обсудили на заседании регионального правительства. Подробности у Натальи Чекет. С каждым годом увеличивается не только филиальная сеть МФЦ, но и перечень услуг, которые предоставляют многофункциональные центры и для частных лиц, и для бизнеса. В этом году в перечень добавилось 46 новых услуг. Началась выдача бумажных сертификатов о вакцинации, водительских удостоверений и заявок на поставку газа и техническое обслуживание оборудования. Самая востребованная услуга – это распечатывание QR-кода. Более 40% – это услуги Росреестра, услуги МВД, пенсионного фонда. Недавно у жителей Твери и еще семи городов области появилась возможность получать услуги, предоставляемые ЗАГСа. А со следующего года они будут доступны во всех филиалах МФЦ Тверской области. Во время заседания рассмотрели дальнейшие планы развития центра. Одно из направлений – использование информационных технологий. Также в последующих планах развития – сокращение время ожидания оказания услуг. Мы сейчас стремимся к показателю, чтобы заявители не ждали больше 15 минут. Сейчас мы в среднем, конечно, к этому показателю приблизились. Но понятно, что мы стремимся, чтобы это было не среднее значение, а все граждане ждали не больше 15 минут. Сейчас на территории Тверской области работает 34 филиала и 74 обособленных самостоятельных подразделений. Открыты 332 окна. По количеству филиалов МФЦ Верхний Волжье занимает второе место в ЦФО. Развитие МФЦ – наша задача дать возможность как можно ближе к месту проживания наших людей создать такой, так сказать, центр услуг максимально комфортный, удобный по времени работающий для нашего населения. Хотел отдельно сказать, что сегодня мы рассмотрели не просто план развития МФЦ на ближайшие годы, но с конкретными четкими показателями. В 2022 году планируется расширить перечень предоставляемых услуг, а также запланирован переезд в новые здания филиалов МФЦ в Осташкове и Спиреве. Открытие дополнительного филиала в Оржеве и капремонт в Завидовском. Размещение филиала на территории комплекса «Россия. Моя история», где будет открыто три окна обслуживания. Субтитры создавал DimaTorzok